Всем привет, с вами как всегда я Алексей, и сегодня я запишу гайд по Shindelife в Roblox, как же здесь быстро прокачаться, найти все самые топовые вещи и конечно же хвостатых. Давайте начинать, погнали! Итак, я решил создать Саски Учиха, и собственно мы с вами сегодня будем разбирать, как же здесь быстро прокачиваться. На самом деле это все достаточно простая тема, и рассказывать тут даже особо нечего. Вообще этот режим достаточно простой, прокачиваться здесь очень легко, и просто играть весело с друзьями можно, почему бы и нет. И если вы хотите, допустим, если бы, чтобы я записал там, допустим, другие режимы по Наруто и другим аниме, то пишите в комментариях. Я думаю, что не будем проходить создание персонажа, кому это нафиг интересно, мы лучше с вами пройдем, как же быстро прокачать левел. Здесь нам нужно для прокачки это ХП, Тайджютсу, Свитки вот эти и Чи, то есть Чакра. Давайте начнем с Чакры. Все это прокачивается, кстати, за счет вот этих точек, которые нам дают за каждый уровень, поднятый в этой игре. Уровень здесь качать достаточно легко, я вам сейчас все это расскажу. Итак, для этого у нас здесь есть, естественно, всевозможные вкладочки, давайте их посмотрим. К примеру, наша статистика, это там есть инструменты ниндзи у нас, это наше оружие, которое нужно открывать, я вам чуть попозже покажу как. Элементы, которые открываются за счет уровня, также прокачиваются очень просто, сегодня все это расскажу. Родословно это то, что нам выпало, то есть какие, так скажем, мощные темочки, которые мы можем с вами использовать. Это способности Тайджютсу, ничего интересного. Дальше тут есть всякие разные интересные тоже прокачечки. Естественно, самое интересное это Хвостатые. Хвостатые это очень круто, их здесь, как видите, очень много, и они реально интересные. Есть всякие другие интересные способки, например, там, сейчас я найду, где она находится. Ну вот, видите, то есть тут всякие. Короче, все, что есть Наруто, здесь практически все есть. Все способности, которые мы с вами видим в аниме, здесь они присутствуют. Также спутники есть, путешествия чуть попозже. Это мастерство, которое мы можем прокачивать с вами за робоксы. Так, путешествия, понятно. Читы, не знаю, почему это перевелось. Читы, это просто геймпассы, которые мы с вами сможем купить. Да, может, это рынок, на котором мы сможем с вами вот за эти штучки купить какую-то хрень. Ну и, собственно, путешествие. Здесь мы телепортируемся по карте по Shindelife. Для того, чтобы быстро прокачаться, я вам советую телепортироваться вот в Village Nimbus. Здесь очень легко можно прокачаться, найти вот эти столбы. Собственно, прокачка достаточно простая, как я уже миллион раз сказал. Нам нужно добить здесь тысячный левел. Тысячный левел здесь это максимальный. Дальше, я думаю, что больше ничего интересного здесь не будет. Выбив все хвостатых, все способности, все эти штуки, которые мы с вами видим в аниме Наруто. Мы с вами... Что происходит? Все, отлично, все прогрузилось. Итак, мы с вами, собственно, в этой деревне. И здесь нам нужно поискать, побегать и найти те самые столбы. Как я понимаю, вообще они есть в любой практически деревне. Но здесь их добыть, как вроде, легче всего. Давайте я сейчас их поищу и покажу вам чуть позже. Итак, ребята, вот эти столбы, они находятся недалеко от спавна. И, собственно, мы их с вами можем бить. И когда мы их с вами бьем, как видите, вы прокачиваете немножечко свой левел. Таким образом, здесь мы можем прокачаться достаточно быстро до какого-нибудь, например, 200-го левела. Ну, то есть, нужно вот просто сидеть и дрочиться так, пока мы с вами не прокачаем левел. Просто избивать их и наносить как можно больше комбо. Также, чтобы прокачать уровень, мы с вами сможем выполнять некоторые задания, которые находятся в деревне. Вот у таких NPC подходим, берем какое-нибудь задание, например, кого-то убить, что-то доставить, что-то сожрать или еще что-нибудь. Выполняем это и все у нас с вами замечательно. Также давайте расскажу вам, где же найти оружие в этой игре. У нас здесь есть некоторые заблокированные, которые мы можем купить, но у нас просто не хватает левела или еще что-нибудь. Извиняюсь. Но также есть вот с такими, которые мы с вами можем найти. Здесь у нас пишет время, в которое мы с вами сможем отыскать ту или иную катану или там что-нибудь еще. И также у нас пишет, в каком же месте мы с вами сможем, например, RPG Village Nimbus. И вот здесь мы сможем с вами найти интересную вот такую катану. И, собственно, у нас уже время прошло, к сожалению, поэтому эту катану мы сейчас не сможем найти. Может быть, вот эту катану? Нет, тоже слишком сейчас уже поздно. Для каждой катаны нужно подбирать именно свое время. Трава там-то выглядит, конечно, она очень эпично. Три часа. Ну, короче, вы поняли примерно в чем суть. Подбираем время. Подбираем время, которое здесь есть. Здесь вот смотрим его. И идем на нужную локацию и ищем данный предмет. Он спавнится почти всегда, хотя здесь почему-то пишут, что, типа, он может и не заспавниться. Это немножко странновато. Но, ладно. Это будет просто свиток. И в этом свитке будет лежать данная катана. И все. Ну, то есть, достаточно просто найти что-либо такое вот интересное. Здесь вот есть всякие виллы. Короче, оружия здесь реально очень много. И это все оружие, как бы, из самого Наруто. И это достаточно прикольно, я считаю. Собственно, с хвостатыми вообще ничем не отличаются практически. Здесь у нас есть, например, Village Dunes. И, чтобы найти нам этого самого хвостатого, нам нужно отправиться в Village Dunes. И ждать, когда вот здесь будет надпись, что заспаунился босс. И, допустим, вот мы хотим с вами какого-нибудь там, я не знаю, вот такого вот Кураму хотим сделать. Нам нужно быть в Village Ember. И ждать, когда этот Курама заспаунится вот здесь. И все, и будем его искать и убивать. И все, каждому третьему, получается, человеку выпадает свиток с этим самым хвостатым. Естественно, конечно же, его можно использовать только по достижению какого-то уровня. По-моему, там в районе около 600-го. И минимальный 300-ый левел для того, чтобы заспаунить, стать самим каким-нибудь хвостатым, которым вы хотите. Ну, то есть, в принципе, прокачиваться, прокачиваться, еще раз прокачиваться. И тогда вы станете крутым, естественно. Как вы понимаете, с друзьями здесь тоже есть что поделать. Идти убивать хвостатых. Это достаточно прикольно, лично я считаю. Таким образом, вы сможете неплохо прокачаться и сделать себе интересного, классного персонажа в Шинда Лайф. Например, Саски или Наруто. Большинство, конечно, здесь обилок для Наруто. И вообще, создать Наруто было бы достаточно прикольно в этой игре. Если хотите, то пишите в комментариях. Я обязательно сделаю. Собственно, играйте в Шинда Лайф, играйте в Роблокс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся. Я не прощаюсь. По каким еще режимам вы хотите ролики, тоже все пишите. Всем удачи и всем пока.